Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаус, и я вместе с Эндиарой записываю видео по новой карте. Всем привет! Это карта Desert Fury, и здесь что-то типа ЛТД, только юниты сражаются друг с другом. Следование завершено. Ой. Жду с нетерпением. Морскую черепашку по имени. Во имя Азар. Наташку устроим. Так, что, вы подрались уже, что ли? Ну да. Видимо, вначале сам не надо посылать юниту, чтобы твой оппонент не знал, кто-то, и чтобы он не мог себя закрыть. Так, а все равно, вон, раз, и есть иконочки. Так, теперь мне надо резко накопить на панточку с шипами. Давай, давай, давай. Если накоплю, будет круто, потому что 25% дэмиджи возвращается назад. Причем не написано, что только милишникам. Вроде как всем. Так что, надеюсь, что мои черепашки выиграют. Положись на меня. То есть, видите, здесь сначала Индиара дрался. Потом я дерусь со своим противником. Ну, коням вроде что-то возвращается. А лучнику... Блин, не могу лучника выделить. А, у него, видите, иконка есть в другом месте. Нет, только на милишников это действует, к сожалению. Что-то, кстати, нифига не сильные эти черепахи. Ой, как, я убил одного коня. Ой-ой, короче, отстой какой-то они черепахи. Ну да, они... По ним кони бьют с бонусом. Обманка. Обманули меня в описании юнита. Да, из-за этого я проиграл очень жёстко. Сород наших союзников в осаде. Размножение. Да, отстойте, черепахи. Плохо, что я с них начал, но ничего. Недовитая жала. Ну, вон, зате. Не знаю, возможно, есть смысл. Можно сказать, что я снова оптимку. Чего? Можно снова оптимку. Да. Сород наших союзников в осаде. Все оптимком, как вы видите. В прошлой игре мы не оптимком и платили жёву. Во имя Лазаре. Не хватает золота. Да, получается, видите, черепахи очень непонятные. Они вроде как, типа, должны танковать за звёд пантера, и при этом они со средним армором. Не хватает золота. Но получается, что они не так плохи благодаря своему армору против очень сильных в этой карте ящериц демонических. Ой-ой-ой, ну это просто халява. Баллисты. Баллисты должны быть снесены. Исследование завершено. Я рыбу очень жёстко. Такой я взял в следующую сразу тему. Паразит, смерч и детектор. Сильный удар. Мне кажется, надо накопить на нагу гвардейца. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Отлично. Накопил на нагу гвардейца. Сплэш. Чёрт, на нагу гвардейца сплэш. Ничего необычного, в общем. Так, ну и отравляющая штука, которая не отравляет. Я боюсь, меня просто обычные кони снесут. Да, здесь уже, видите, бафы пошли всякие. Отхилы пошли. Нет, я просто безболезный, к сожалению. В этой игре ещё и что-то проатаковало нашу магическую башню. Просто разносит меня чувак. Своими чёртовыми отхилами. Надо обратить внимание на эту расу. И забыть про наг, ну и по крайней мере про черепах против милищников. Это просто жесть какая-то. Подставляя свою команду, сносится наша башня. Потихонечку, когда снесётся башня, уже останется только алтарь. Ложись на меня. Так, надо сделать грейтный инком обязательно. Время не ждёт, смертный. Так, что бы такое намутить. Паразит. Алмазная броня. Жиганя в бой. Нормальный урон, при этом 5. Корот, ляжа с алмазной бронями. Круто. Так, что за смерч тут? Интересно, это... Если он поднимает воздух, то в принципе неплохо. Так, детектор смерч. А, время действия 3 секунды. Зашибись. Ой, не успел продать по нормальной стоимости. Да, непонятно, что делать. Птичка есть. Но его исполнится. Птичка зашибись вроде нормально атакуют. Времени ждёт, смертный. Не хватает золота. Давайте попытаемся построить счёт. Зайдовый день. Завершим. Золото. Фигня. Хватает золота. Диарус носит... А, не проигрывает, лол. Проигрывает чуваку с кучей баллист. Офигеть. Успеваю построить пацана. Надо ещё успеть сделать алмазную броню. Не хватает золота. Не хватает золота. Должен спеть золото. А тетю, вы него выполнено. Зашибись. Но это всё ничего не даст. Ну, на самом деле, это улучшит меня. Потому что вся эта мелочь будет атаковать значительно слабее по моим гвардейцам. Но всё равно вот эти вот ОПшные кони, которых лечат... Ой, птичка бедная. Бедная птичка вырвалась вперёд. Её уничтожили. Зачем? Коня одного убил. Потерял гвардейца птичку. Ну, вот сейчас хотя бы черепахи начали бить магов. Это уже хорошо. Но всё равно шансов победить это не даёт. Кони с армором плюс 9 с подхилом. Ну, это просто пипец. Всё, я знаю новую имбу, буду за них играть. Специально не стал играть за демонов в этой игре. Ну, потому что они какие-то слишком сильные. Думал, возьму наг каких-то. Но наги чё-то не очень. Ледяной вал. Не знаю, перейду сразу в следующую эпоху. Всё равно отстой какой-то. Потрачу целую кучу голды на это. Наги гвардейцы, кстати, после грейда стали поувереннее. С нетерпением. Буду копить на каких-то сильных. Громовая поступь оглушения. Типа станчики, что ли. Наших союзников в осаде. Что он скоро грейд вообще? Блин, не скоро. Сейчас ты дерёшься, да? У нас есть дела. Нет. Как нет? А что здесь? А он сейчас веду я через пять секунд. А, понял. Это просто инверсия какая-то была. Так, ну вроде как я успеваю сделать грейд. Жизнь на меня. Зашибись. И сейчас построю очень сильное. Ну, на вот эту штуку не хватит, скорее всего. Средо не хватит. Смотрите-ка. Тройная атака, потомство. Здесь влепим. И попробуем защитить тройную. А, потомство. 125. Ну вот, гидра хотя бы нормально. Не извершу бы. А как мне победить этих болезней? С нетерпением. Уф, какая у них атака? Ну, не знаю. Чё-нибудь с мэджиком найти. Блин, а чё, они очень непобедимые, что ли? Странно. Может, драконы какие-нибудь. Ой, ломай одну башню. Ой, ломай. Но башня живёт пока. Блин, надо сейчас, если бы я достал. Устроил на голду. Хотя нет, нафиг достраивать. Иллюзии и перевождения. Я лучше сейчас буду гидр клепать. Мне кажется, гидра это путь к победе. Хотя у них, блин, у этих чёртовых гидр вообще всё изменили. У гидры, по идее, атака хаос. И броня тяжёлая у нормальной гидры. Но в этой версии гидры средний армор. Ну, кстати, смотрите, получше стало. У гидры средний армор и атака стрелкового типа. Смотрите, смотрите, моя слабая армия что-то делает. Вполне возможно, что я выиграю. Ну, если и проиграю, то не сильно. Не так, как в прошлые игры. Во-первых, мне кажется, гидра хоть что-то сделала, хоть она и какая-то обманная. Ну, всё, остался один снайпер, чёртый. Город наших союзников в осаде. Во имя Азарь. Так, разведать за золото нет, это мне не надо. Ну, и надо потихонечку паразитов поразитить. То есть, кто у нас... Поразить. Породить паразитов. Иллюзии перерождения. Наших союзников в осаде. Ну, можно вот, я думаю, вот эту вот заклинательницу долбороть, чтобы она начала делать... Делать что? Ну, поражать противника. Это не завершено. Ой, южная башня сломана. К сожалению, противники получают 200 голды. Но и мы их башню проатаковали. Индиара... Индиаровские войска замечательно дерутся. Часть здесь, часть тут. Ой, куча футменов. Забавно, забавно. Пацан с баллистами просто пропушивает. Да, ржачно. Баллисты, видимо, сплэшуют и просто уничтожают Индиару. Что-то как-то не везет себе этой картины. Так, ну, мне кажется, нормально. Сейчас паразитов наплодим. Успеем, если построить гидру, к нашей волне будет зашибись. Не успеем построить безликово. Не успеем никак, к сожалению. Построим безликово. Просто начну спамить драконов. Ну, что-то дальнее, да, чтобы не бегать туда-сюда. Так, и а что у нас там для безликово при смерти? Безликово. Так, родились мои гидровые войска. Я потерпел немножечко от баллистов, но вроде не сильно. И начинаю драться с Хуманом. Тут же впереди какой-то король, защищенный, то-се, хексит моих гады. Ну вот, иллюзия вызвали, иллюзия протанковала. Задние мои пацаны что-то делают. Король тут режет черепах бедных. Вроде как ему дамаг возвращается, но что-то визуально-то не очень заметно. Да, к сожалению, меня побеждают. А где паразиты? Паразите паразитов. Ну, кстати, опять я выровнял немного ситуацию. Если вначале я очень жестко проигрывал, то сейчас осталась фигня. То есть юниты даже этого чувака, скорее всего, не продамажатся. Разве что гидра останется. Получается, плюсово получилось. Единственное, вот эти вот вперед убежали, потому что король неуязвимость врубил. Так, в общем, все неплохо. Надо еще одну гидру сделать. Получается, играя за эту рацию, надо как-то в гидру быстро уходить. Вот вы ему приказывали. Ну, тут, видимо, все как-то контрится. Ух ты. У нас есть дела. Не хватает. Надо, наверное, морское чудовище. Что-то безликий, не очень сильное перерождение. Здесь баллисты пошли атаковать башню. И сейчас ее... Нет, ее подхиляли, гады. Как-то можно подхилять башню. Уже пора. Это поворот. Ну, что-то много интересного в этой карте. Мы пока не все знаем. В том числе, вот, очень круто, когда у тебя остаются воздушные войска после победы. Получается, что вражеская тема разделяется. То есть сейчас те милишники, которые не могут атаковать воздух, убежали вперед. И футмены их на халяву забрили с катапультами. И уже малая часть индиарственных войск остается здесь. Так, чудовища. Чудовища, поэтому они помогут потом. Город наших союзников. Чего помогут? Ты следующий, да? Вот сейчас будут следующие войска. И конкуренту с ними. Не хватает золота. Великолепно. Ну, построим этого. Не хватало золота, к сожалению, мне. Поэтому я решился построить эту штуку. Так, давайте все-таки перерождение тогда. Ну, вряд ли, конечно, это поможет. Того мы победили. Деремся здесь снова. Снова короли под неуязвимостью. Тут все расфигачивают. Но на самом деле я бы не сказал, что это неуязвимость суперкрутая. Потому что я почти всех милишников ему зарезал. Точнее, не я, а в основном индиаровские войска. Но неважно, главное, что зарезали. Где паразиты? Паразиты, алло. Внедряйте в тело врагов паразиты. Где хоть один мурлок? А вон, вон, вон один мурлок-слуга. Нормально. Получается, неуязвимость сыграла на руку нашей армии. И остается довольно много тут войск. Нетерпения. И с этого момента, и с прошлого. Ложись на меня. Безликий забавный. Но все-таки он какой-то не очень уверенный. Но здесь драконов. Демоны адские какие-то. В прошлый раз чувак с демонами победил ящерицами. В этот раз чувак с демонами очень уверенно смотрится драконами. Но мы, кстати, все равно их пробиваем. Добьем их башню. Сейчас добьем. Уиндиара тут спамят. Зачем ты спамишь-то? Это вы ему приказывали. Сколько тебе заплатили? Сори-сори. Сори-сори. Сори-сори недоступно. Но ледяная броня это уверенно. То есть строим на гвойном вначале, наверное. И так. Надо успеть морское чудовище влепить. Не хватает золота. 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 Короче, взял, построил в панике. В панике построил гидру. Но, кстати, не так-то все плохо у наших войск. Особенно по сравнению с тем, что было в начале. Мои безликие тут иллюзиями танкуют. Дерутся рейнжи с рейнжами. Но проблема в том, что птички очень жестко терпят от снайперов. А сами им не очень наносят. Здесь короли. Королят. Ну, моя армия уже выглядит увереннее, чем у этого хумана. Я бы, конечно, хотел, чтобы все-таки наги были с хаосом. Били по всем. Ну, все-таки, тем более... О, вот это стан. Королевский стан. Можно было чуть дальше, конечно, его сделать. Просветочка зачем-то. А, просветочка тут, потому что невидимые юниты есть. Ничего себе. Так, ну, мои наги здесь... Мои гидры здесь 100% победят. То, что у них средний армор, это плохо против милишников. Но это очень хорошо против стрелков. Мы сейчас это с вами наблюдаем на наших экранах. Я уже справляюсь со своим противником, хотя была в процессе у меня грешным делом, признаясь, мысль ливать и перезаписывать. Сейчас, вроде, все неплохо. Да, драконы неплохие, но вроде как наши сборные войска что-то с ними делают. Правда, видите, что здесь баллисты, а баллисты против драконов не очень. Хотя бы просто потому, что они по ним не будут строить. Великолепно. Строим еще одно чудовище. Ну, все-таки нужно больше гидры, потому что гидры это сейчас самое сильное, что у меня есть. Гидры, он до сих пор жив и до сих пор сражается с драконами, а не с бонусом. Если здесь, конечно, не поменяли механику. Я надеюсь, не поменяли. Артиллерия, дальний бой, 130% дальнего боя поменяли, потому что легкая броня должна очень сильно терпеть от перса, а здесь она так жестко не терпит. У Индиар уже много очень птичек, это, с одной стороны, хорошо, и враг почти его не бьет, но, с другой стороны, баллисты будут бить наш дом. Но, с третьей стороны, баллисты окажутся очень уязвимы против моей армии, которая сейчас появится. Я не знаю, безликих, наверное, нет смысла строить. Вот эту бабу можно построить с ледяным армором. Здесь нельзя строить. Город наших союзников в осаде. Исследованию завершено. Ну, что-то там потратил денег, нага, получается, и хилит. А, надо врубать, что ли, им, да? Нет? Да, нет. Они сами, да, все делать? Не надо автокас врубать. Все сами. Видимо, можно врубать, но до того, как твоя волна идет, что ли. Так, ну, птички все еще живы. Птичек живы очень много. Мы, конечно, чуть-чуть потеряли хп от баллист, но совсем чуть-чуть. Мои войска там со всеми вышедшими разобрались. И вот живы еще птички-индиары. Но они, правда, вот терпят против рифлов. Но, с другой стороны, благодаря этим птичкам я очень уверенно побеждаю оппонента. Да, ледяная броня все-таки кастуется, хотя я ее не выбрал, так что все норм. Или выбрал где-то. Да, вот побеждаю я, побеждаю пацана. Армия почему-то постояла, потупила чуть-чуть, но это очень хорошо, потому что более сбалансирована будет драка. Здесь еще немного чернокнижников. Мне кажется, это фейл, потому что чернокнижники хороши тем, что у них аура. На 10% замедляется скорость атаки. Но очень много их не надо, разве что штуки 3. Очень много здесь, кстати, птичек, но птички что-то в сетку не ловят драконов, хотя, по идее, должны. Подхильчики всякие идут. Но мы разносим врага, очень уверенно. Так, нужны еще наги. Гидр, точнее. Безликий отстой. Ну, короче, морские чудовища. Хотя у морских чудовищ маловато хп все-таки. Но можно сделать на них грейд уже. Хотя их мало. Лучше еще одно чудище построим. Морские чудовища, конечно, плохо танкуют, но зато они неплохо станут врага. Это, конечно, хорошо, что они на 2,5 секунды аж станут все, до куда они добрались. Ну, видите, прямо на базе проносим эти катапульты. И вот только сейчас выходит индиаровская армия, которая, по идее, должна была воевать с катапультами. И показывает катапультам, что против воздуха они ничтожны. Ну, есть некий признак камня-ножницы-бумаги. Камня-ножницы-бумаги. Не хватает золота. Так, не показывай файт, потому что мне надо срочно поставить гиганта. Ставим его здесь, потому что вначале противник... Противник из Хивайска... Да, неплохо, неплохо. Наши ребятки затащили. На втором месте, по очкам. Или почему это? Валуе. Валуе это войска, что ли, которые у тебя были. Да, я на втором месте, неплохо. Быстро надел грейды. Так даже не знаю. Ну, вообще, хорошая, в принципе, раса. Очень сильные лейтовые юниты. Правда, мне кажется, что против таких ящериц они бы потерпели. Потому что у них есть сплэш. А у моих юнитов есть только тройная атака. И, конечно, в лейте сплэш намного лучше, чем тройная атака. Но, видите, все-таки гидры как-то что-то делают. Единственное, не стройте черепах, потому что они со средним армором. И получается, что они возвращают урон только милишникам. А милишники по среднему армору бьют с бонусом. Получается, это полный нонсенс. Вы противнику чуть урона, конечно, возвращаете. Но в основном теряете, потому что все-таки противник, по-моему, бьет с бонусом. То есть, надо строить немножечко первых нагвардейцев. Мне кажется, ко второй волне строить бабу с фрост армором. И дальше уже делать рывок в гидр. Не строить безликих, потому что они... Ну, безликие очень хороши, если вы очень сильно доминируете. То есть, если вы реально доминируете, если ваш ураг нубас, то они хороши. Потому что после смерти, если в течение 10 секунд никто их копию не убьет, они возродятся с полными хп. То есть, такая бесконечная армия. И такой жесткий сноубол, который может вообще не уйти с поля битвы. Ну, вообще, довольно интересная карта. И если у нее будет много просмотров, много позитивных комментариев, то мы продолжим эту рубрику вместе с Индиарой. По совету... Ну, нашел еще несколько крутых карт. И будет очень-очень много новых карт в моих роликах. Ну что ж, друзья, всем счастливо, всем пока. Всем пока. Всем пока.